всех приветствую с вами я веган христолюб мы с вами сегодня второе видео я записываю по льве по льву николаевич толстому называется он смерти ли жизнь толстой о смерти о жизни о жизни вечной воскресенье из мертвых во всем о реинкарнации во всем мы с вами сегодня об этом поговорим да я поговорю вы послушайте кто не смотрел предыдущему видео о льве николаевич толстом глазами вегана христолюбца найдите на канале можете посмотреть я его записала на чуть больше часа я там много чего полезного интересного и сказал что будет важно при просмотре это видео но сегодня мы непосредственно поговорим о том о мировоззрении льва толстого я сам над этим трудом не трудился некий где что было то кто это сделал сейчас я вам скажу источники похожие это не вижу кто это сделал так ладно я на полную страдской странице в общем кто-то собрал такой материал я нашел хорошую страничку вот и вот с вами делюсь чтобы зачитать те те мысли эти то мировоззрение о вечности о смерти которые исповедовал толстой ну по крайней мере судя по его записям которые до нас дошли статья так называется лет толстой о смерти и бессмертии здесь правда не то воскрешение о реинкарнации но мы с вами будем читая его мысли я как веган христианин сегодня не суть важно веган главное христианин до исповедующие воскресение из мертвых то что человек жив во плоти всегда его веки веков о том что иисус бог любовь приходящего плоти по образу и подобию которого мы сотворены тоже воскрес воскрес из мертвых к в которой был плоти и смысле до этого всегда и был убит во плоти и воскрес во плоти и вознес на небеса во плоти и мы с вами все по образу и подобию точно так же воскреснем и будем жить всегда до реинкарнация тоже перевоплощение души из тела в телу об этом мы тоже с вами будем говорить читает толстого я сейчас наперед на не буду говорить ну или кратко скажу что вот именно как таково воскресение и реинкарнации мы в принципе в этих по крайней мере вот этих цитатах мы с вами не найдем но я вот буду как христианин признающий реинкарнацию то что любовь божья я буду говорить все ссылки все все цитаты которые кто-то любезно собрал да они все помечены цифр к 1 там два три я дам обязательно ссылку на это статьи на эту страничку не знаю насколько долго она будет существовать интернете и работать на своем сайте я дублировать не не стал как нет честно не очень интересно может быть если сделаю когда-нибудь то добавлю на свой сайт а пока будет на сторонний сайт в конце этой статье как видите все абсолютные источники то есть все эти ссылки из которых взяты эти цитаты все можно проверить да все это его воспоминания дневники яснополянские записи и пошло поехал ты все все это можно найти в источниках да что тоже очень важно хоть мы с вами не буквоеды да но раз уж взялись за конкретное чтение якобы слов кому-то принадлежащих то в данном контексте для кого-то это может быть очень важно ну и давайте читать я не знаю как насколько я буду как ты глубоко комментировать если вы заметили их достаточно прилично будет поэтому меня конечно больше цель просто их и зачитать потом немножко поговорить уже в свободе слова как я это обычно делаю на своих лекциях владимир набаков использовал следующий прием он закрывал в помещении все шторы добиваясь полной темноты небосклонию русской литературы вот этот гоголь и в конце зала вспыхивала лампа вот это чехов на потолке загоралась еще одна звезда это достоевский щелкал выключателем набоков а вот это толстой лектор распахивал драпировка окна и помещение заливал спящий солнечный свет вы знаете вот этот вот такая иллюстрация нам некоего набоку кто знает такой да вот он на своих лекциях делал вот так я вы лишь кратко здесь скажу что вот именно посмотри еще раз дам отсылку к своему ролику лев толстой лев николаевич толстой глазами вегана христалюбца там я об этом сказал что в принципе из всех кстати вот в том ролике я не да даже не стал вот эту братья ну может и хорошо этот ролик мы с этого начнем что с отсылкой с такой да что действительно лично даже в мои глаза хотя и не сильно знаком я в этом не тоже признался откровенно говорю да то я конечно не знаю все творчество 2 николаевич толстого и могу судить лишь о каких-то своих вот этих отрывочках кусочках обрывках информации которые я не узнаю где-то я что-то читал от кого-то слышал с третьих рук до о нем информацию что-то мнение и так далее да и вот у меня конечно что что в отличие от всех представителей там культуры художественной литературы живописи даже я даже расширил немного круг поэтов до художников каких-нибудь музыкантов вот ну хотя бы допустим возьмем там не знаю ну пусть сверстников что ли ровесников толстого ну может быть плюс минус 50 лет в каждую сторону да то на самом деле действительно вел как по мне так самую благочестивую жизнь но я могу мог бы назвать даже христианской хотя формально отрекался от всех этих религиозных культов ну и можно сказать от христианства от христа да то есть он как бы не признавал его богом любовью личного платья все-таки это был обычный в его глазах человек вот это был не был не знаю я вот я говорю я вот о толстом записал видео и сказал что я говорю не могу точно судить о всех его мирозрениях уж я не читал все его еда в моих глазах это конечно же был такой светлый человек так как он исповедовал свободу как мы сегодня знаем вечную жизнь до исповедовал любовь причем достаточно правильно любовь то что слово любовь могут определять ноги проповедники любые люди а живут ли они в ней да он достаточно правильно жил в любви к ближним к родственникам так назовем да ближнему и к врагу вот проявлял в том же сам пацифизме что очень важно для тех кто исповедует любовь к врагам мы знаем что он был я считаю что он был веганом если даже его называют вегетарианцем то лишь том понятие когда еще этого разделения не было и вегетарианцы подразумевалось люди которые вообще не едят продукты там не употребляет продукты животного происхождения или связаны с убийственной эксплуатации животных да вот то есть вот благодаря такой он жил на земле несмотря на то что был богатым человеком от рода своего то есть трудился на земле собственными руками в концовке может быть отшельничал даже от семьи от взрослых уже детей то есть мне его путь мне его жизнь достаточно близко понятно и симпатично да и действительно поэтому все вот эти знаете я уже сказал там про достоевского алкоголика тунеядца можно сказать да но нету не яйца конечно писал там что-то но все равно да ну что что он там был алкаш какой-то нервозный и прелюбодеи жуткие да но об этом всем известно вот ну и по сути нацист такой же да с этой россии населся как курица с яйцом вот с русским человеком сеть бредятин вечное возвышение вот это нацист воды нацизм который к фашизму и приводит потом да к расизму как прочим вещам да вот тот же самый милитаризм все исповедовал несмотря то что я тоже отсидел на каторге четыре года или сколько там но все это да ну и все остальные игры в принципе в этом плане в толстому в жизни именно вот хочется сказать и даже вот в мировоззрении мне кажется они ему конечно даже близко какая-то подметки не гадятся я не знаю но далеки от него все таки да вот с этим поэтому здесь вот так скажем даже на боковым мыслями мирозрением я тоже согласен взглядом на толстого хотя я говорю я я не могу сказать что я знаю этот человек мы о нем судим по бумажкам и те которые я читал совсем небольшом количестве да более того предыдущего до этом видео о толстом я как раз показал насколько я заблуждался из-за клеветы и лжи православной секты о том что там толстой отрицает вечную жизнь да хотя он отрицает не загробную жизнь а просто отрицал может быть отрицает воскресенье во плоти это и теперь уже даже несмотря на то что и вы помните привел тоже некую статью опять ссылки пересылки это лишь православная секта так дала определение чтобы убедиться в том что из что толстой отрицала что принимал как минимум надо изучить все его творения это как минимум тоже сам православная секта вряд ли перечитывала всего толстого я это ни капельки не сомневаюсь да это от секты его отлучил только для того чтобы на нем печать поставить его пугались обычные обычные православные адепты недалекие вот и все беспрекословно повинуясь своему слепому начальству да сами слепые начальство такое же ну давайте читать лев толстой о смерти и бессмертия подборка вот я думал где же был написан подборка некого максима орлова ему спасибо за это удивительно хорошо бывает когда ясно не то что поймешь а почувствуешь что жизнь не ограничивается этой а бесконечно так сейчас изменяется оценка всех вещей и чувств точно естественной тюрьмы выйдешь на свет божий на настоящий я что оговорюсь наверно вперед так скажу конечно у толстого будет немножко замудренные мысли такие как мы видим вон уже сказала бесконечности жизни да у него будет знаете вот как у философов кто изучал философ читал не бывает настолько замудренные вещи вот настолько они на простых вещах вот-вот пируэты там выкручивают бессмысленные я не знаю мощных так конечно мозги работали и мысли текли которые они вот в принципе выливались на бумажку да ну иногда слишком загонно да вот поэтому вот я дальше скажу я в конце я еще поговорим а я поговорю о реинкарнации именно воскресенье говорил ли толстой или нет да но благодаря просто вот этим цитатам которым мы с вами прочтем мы на них будем делать свои основывать свое мировоззрение в этот раз да вот но действительно вот даже мы будем мы будем мы четко не будем понимать вот что он имеет виду надо будет говорить что по сути ему подразумевается реинкарнация не знаю существовало слова она в принципе с востока восток толстой тоже хорошо знал и ушел с восток все древнее древнего идет да вот прямо такое слово реинкарнация толстой не будет употреблять но мысли которым будет излагать как будто он будет говорить о реинкарнации вот о том же сам воскресенье во плоти да он прямо как бы не будет употреблять это слово но мысли которым будет крутить употреблять слова как материи дух там до материальные духовные вот это все воплощение там такие слова мы так и не будем полностью понимать он все-таки отрицает воскресенье или нет вот это вот я такие вещи хочу сказать и и жизнь тоже знаете ведь и ведь и разные философии есть вот когда верю вырвели вот одну фразу мы сейчас с вами прочитали миром я думаю что мы сейчас немножко поговорю потом мы так все-таки блоком от все прочтем и я опять поговорю скорее все так не будем сейчас такую предисловию дам чтобы вы больше как бы получше воспринимали уже с первого раза и потом может сами все это перечитать или переслушать мое видео уже второй раз то что я постараюсь читать я конечно не готов я тоже читаю что сам-то это не низкая один раз и все прочитал тоже вот может будет немножко запинаться вот но я говорю не тоже мысли не идеально текут вот и дело в том что действительно все будет так пересекаться знаете ведь это как и тоже возьмите восток до буддизм тот же самому как бы бога не отрицает он даже может это слово употреблять но принципе личностного бога по образу и подобию которую сотворен человек они не признают личностное вот это я существование чуть ли не и гамм его называют да тоже отрицает что в концовке она там чуть не нирване должно раствориться то есть все тоже знаете такое и каждый толстому будет приписывать вот читая вся говорю мы будем переписывать у каждой то что он может быть хочет вообще ничего не хочу им приписывать тоже мы в принципе все в этом плане как иврю WA черный дамы все в этом плане субъективны вот я хочу просто прочитать почему я говорю в принципе в начале время если в конце своим искать или сказать истину насколько там толстой в соответствовал бог ему судья в этом плане вы знаете я могу обличать людей но здесь действительно так потому что да вот эти вот ведь и иват и мысли надо не действительно непонятная человек мог искреннее такой природой мысли мышление обладать его так вот мыслить мне надо не совсем понятным поет по мне как я знаете как я проповедую мне кажется куда проще сказать что я просто вечен вот и все личностная вот это я вот я в полноте я я просто есть кто я я не понимаю что такой человек плоти кровь дух душа внутри и внаружи я вот есть я вот знаешь что я есть я что-то такое я вы действительно уникальное вот это я вечная все это вот вот все это не что я могу объяснить как как мы сей как бог ответил мы сей я просто есть я любому человеку сказать я просто есть ты кто такой я просто такой какой я его то что я есть есть я вот то что ты видишь это и есть я не больше не меньше это очень важно понимать ну давайте читать ничто так не расширяет взгляда не дает такой твердой точки опоры и такой ясной точки зрения как сознание того что это жизнь несмотря на то что только в ней мы можем и обязаны проявить свою деятельность есть все-таки не вся жизнь а только тот кусок и и который открыт нашему взору я вам говорю я бы мог останавливаться на каждый вот это и пняти здесь толстой я ученку сказать что он говорит не них не ничто так не расширяет взгляды не дает такой твердой точки опоры такой ясной точки зрения как создание того что это жизнь несмотря на то что только в ней мы можем обязаны проявить свою деятельность нет мы не только в ней Вот я остался с тем, если он это, что он подразумевает? Что как религиозники говорят, вот только здесь ты определяешься между лицом добра и зла, а потом в атер или в рай. Вы знаете, я обличаю религиозникам, вообще это лживое мировоззрение, потому что человеку дана одна жизнь, не одна. Естественно, реинкарнация это от Бога, она существует, и кто ее отвергает, это те же самые псевдохристиане, это отвергают истину, отвергают, хулят Духа Святого, отвергают любовь Божью, отвергают свободу, вечную жизнь. Конечно же, аж куда девать годовалых ребенков умерших, двухгодовалых, трехгодовалых, пятигодовалых, десятигодовалых, куда вы их деваете? Да, они ангелочками будут в небесном царстве, не будут они ангелочками, они там станут дьяволами, если они добровольно не возрастут, ихняя душа, и добровольно не определится перед лицом добра и зла в этой жизни, в следующей. Если они туда попадут каким-то образом, не прожив сознательную жизнь, хотя бы одну целиком, до полного совершенствования себя в любви, они царство небесное превратят в царство ада, опять, как рай превратили в ад, на котором мы сейчас живем. Ну, о реинкарнации у меня много видео, но видите, опять вынужден это вот все повторять, может кто-то впервые попадет на это видео, да? Это не единственная жизнь, которая нам дана. Есть все-таки не вся жизнь, а только тот кусок ее, который открыт нашему взору. Ну, а вот это что Толстой имеет в виду? Это вообще. Вот почему я всегда говорю, знаете, когда мы читаем людей, а уж потом пытаемся от их имени что-то говорить, тут можно впихнуть вот в эту мысль. Я говорю, просто будут, в принципе, у Толстого более-менее нормальные, понятные, простые мысли. Но вот эти, допустим, отрывочки, ну, такой себе, знаете, я такой себе, я имею, что в них можно вложить все, что угодно. Настолько они неопределенные, знаете, как законы пишутся, да, частенько. Ну, все что угодно в это можно впихнуть и выдать, что это Толстой так говорил. Ну, он что-то говорил, да, до конца не сформировал, я считаю, что и мысли. Или сформировал так, что без уточнения, без разговора личного с ним бы, если бы он у тебя такое сказал, а ты бы переспросил, не понять, что он все, он все вложить можно кучу всего, кучу всего. Так что вот так вот. Ну, я ведь сейчас на некоторых моментах буду остановить, мне кажется, потом будут такие повторяющиеся, все-таки это из разных мест просто собранные. Я все буду больше и больше проскакивать. Прежде чем был Авраам, я есмь. Ну, ведь Толстой вспоминает даже тот же случай, о чем я вспоминал, да. Может, должен сказать, ну, правда, это из Евангелия, Иисус отвечал фарисеям, да, но там на тот же момент он, по сути, да, схожий на то, что ответил Бог Моисей, да. Именно, кстати, из этого мы делаем вывод, что Иисус Бог, да. Прежде чем была Авраам, я есмь, тут надо добавить, говорил Иисус, вот то, что я вам все рассказываю, да. Ну, для христианин, конечно, понятно, откуда все это, для тех, кто хоть Евангелие, хоть Новый Завет как-то знает. Может, должен сказать, может, запятая, должен сказать каждый человек, все, все сознаем свою жизнь без начала ее, а если ей не было начала, то не будет и конца. Да, вот Толстой, кстати, вот это, конечно, плюс в его копилочку, я сразу скажу. Очень важно понимать, что действительно не только не будет конца, нам не будет и начала. Но я всем говорю, это, конечно, все хорошо в теории это понимать, на практике это откроется чувство. Мы будем так ощущать себя только, когда мы потеряем конец. Вот когда мы в вечность попадем, да, потеряется и начало, мы поймем, что мы всегда есмь. Да, сейчас умом, вот здесь я с Толстым полностью согласен, живой за это уважуха ему, да, и признание, да, так и есть. Человек просто есмь, я об этом вам все время говорю, о чем говорил Иисус. Да, я просто есмь, все, я всегда был и всегда буду. Да, сейчас мы живем в пространственном временном измерении, в этой матрице так называемой смерти, о которой мы сегодня с вами и будем много у Толстого тоже читать. Но это лишь иллюзия, это лишь матрица, игра, как хотите, театральное представление, урок школы жизни, вечной жизни, один из уроков, один из классов, вот и все. А в вечности ты когда забудешь, когда потеряется конец, пропадет и начало. Это очень важно. Вот. Тут абсолютно Толстой прав. Из Воскресения, он об Атаве. О будущей жизни он тоже никогда не думал, в глубине души, нося то унаследованное им от предков твердое, спокойное убеждение, общее всем земледельцам, что как в мире животных и растений ничто не кончается, а постоянно переделывается из одной формы в другую. Навоз в зерно, зерно в курицу, головастик в лягушку, червяк в бабочку, желудь в дуб, то есть в дерево большое. Так и человек не уничтожается, но только изменяется. Он верил в это и потому бодро и даже весело всегда смотрел в глаза смерти и твердо переносил страдания, которые ведут к ней. Ну вот живой пример, что слово реинкарнация не употребляется, но вроде как, да, он твердо верил в то, что так и человек не уничтожается, но только изменяется. Что здесь имеется в виду? Да, слово реинкарнация не употребляется, но если здесь подразумевается, что действительно человек перевоплощается из тела в тело, разные школы жизни проходят, бедным рождается, богатым, инвалидом, суперсильным, со сверхталантами, сверхспособностями, да, или наоборот уродованный, искалеченный от рождения. Мы все проживаем не одну жизнь, женщиной, мужчиной, да, даже животными, возможно, мы и в растениях какую-то жизнь проживаем, да, это все очень важно. И действительно это имеет место в виду, потому что бог есть любовь и бог всячески во всем, и мы всячески во всем. Это очень важно. Если здесь подразумевается это, то истинно так, да. Вы говорите, что не можете видеть царство добра и правды на земле, и я не видал его, и его нельзя видеть, ежели смотреть на нашу жизнь, как на конец всего. На земле, именно на этой земле нет правды, все ложь и зло, но в мире, во всем мире есть царство правды. Вот что Толстой подразумевает под миром, опять вот, мир, а если мир там, то в мире. И мы теперь дети земли, а вечно дети всего мира. Разве я не чувствую в своей душе, что я составляю часть этого огромного гармонического целого? Разве я не чувствую, что в этом бесчисленном количестве существ, в котором проявляется божество, но это опять к тому, что Толстого чуть ли не в атеизме там приписывает ему. Нет, слово бог, божество, как мы в первом видели, бог там было употреблено, да, еще раз, и так будет постоянно, да. Что в это вкладывают? Я говорю, знаете, казалось бы, ну, тот же самый буддизм отрицает, я говорю, личностного бога как такового, да, но слово тоже бог, а не употребляясь в их речах, толкованиях, мыслях. Причем еще от, как бы, творения Будды, от записи, и потом по всем его последователям, да. Вот, ну ладно, сегодня не об этом, но так, маленькое отступление. Божество, высшая сила, как хотите, что я составляю одно звено, одну ступень от низших существ к высшим. Ежели я вижу, ясно вижу эту лестницу, которая ведет от растения к человеку, то отчего же я предположу, что эта лестница, которой я не вижу конца внизу, она теряется в растениях? Отчего же я предположу, что эта лестница прерывается со мною, а не ведет дальше и дальше до высших существ? Я чувствую, что я не только не могу исчезнуть, как ничто не исчезает в мире, но что я всегда буду и всегда был. Я чувствую, что кроме меня надо мной живут духи и что в этом мире есть правда. Мы говорим, много можно комментировать, а то подумайте, что я не комментирую. Я так, потому что еще будем натыкаться, общими фразами я говорю, мысли о том, что действительно надо понять, что в мире ничего. Начинают там грешников куда-то в ад отправить на вечные муки. Не бывает ничего или что-то может умереть. Есть даже так называемые христианские, псевдо-христианские называют мировоззрение, что там якобы Бог и души уничтожает вообще некоторые. Что только нет. Бог всячески во всем, Он просто есть. Все, что есть, есть, оно неуничтожимое. Изменяется лишь форма. Это реально так. Изменяется лишь форма всего. Что-то уничтожить просто невозможно. Вы хоть как будете что-то в пыль и стирать, так вот, крепку там ее всю разложите, растопчите, разрежете, в микроны будете, сотрете в порошок, она все равно будет существовать и примет потом другую форму. Ничего невозможно уничтожить. Мы говорим о жизни после смерти. Мы говорим о жизни души после смерти. Но если душа будет жить после смерти, то она должна была жить и до жизни. Однобокая вечность есть бессмыслица. Ну, с этой мыслью уже договорили. Кстати, православная секта якобы, хотя предсуществование души Оригент, такой был известный учитель вселенский, так называемый тоже оптом анафеме, через несколько веков предала собственная православная секта, хотя на нем выросли и другие великие учителя, которые не преданы. Это всегда удивительно, да, как они там все это лукаво делают. Предсуществование души, конечно, существует в том плане, где мы все в Боге. И когда мы эту вечность познаем, мы все поймем, что мы всегда были. И не просто на словах мы все это ощутим собственным нутром, да. Поэтому все эти вопросы, были ли мы изначально, были души, не были. Но мы в Боге всегда есть, а Бог вообще вечность. Мы живем в матрице, мы вечность взяли, хотя ее нельзя представить в теории как отрезок, но представьте, мы взяли на этом бесконечном отрезке, туда и туда, в которой палку, в которой нет концов, мы взяли кусочек ограничили. Вот мы с вами в ней живем. То есть все, Толстой будет об этом, как мы видите, уже неоднократно говорить, я больше на этом останавливаться не будем. Действительно, у вечности нет не только вперед, у вечности нет и начала. Иоанн Богослов, начиная свое Евангелие, прекрасно его и бесподобно начал, вот о чем Толстой говорит, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово был у Бога. Как, что за тавтологичный оборот речи у Иоанна Богослова, такого великого, как это в начале, но уже было. Это начало или уже было что-то? Так где начало того, что было? А раз ты написал, что это в начале уже было. Иоанн Богослов написал отличную, великую философскую мысль и мудрость всех времен народов и истину, что у Бога нет начала, у Бога нет конца, Бог просто есть. Мы с вами все просто есть. В начале, но уже было. То есть мы употребляем этот язык слова в начало. На самом деле в каком начале-то? Вот в начале этого отрезка, но в котором уже вся вечность была, которым я нарисовал, чтобы из отрезка просто кусочек сделали. Вот и все. «И с горем и без горя ужасна жизнь человека, который вообразит себе, что только света, что в окошке, что только и жизнь, что та частица ее, которую мы знаем здесь. Считать свою одну жизнь жизнью есть безумие, сумасшествие». Правильно говорит все. То есть мы видим, что понятно уж уличать Толстого в том, что он там вечную жизнь не признавал или загробную. Это, конечно, лживость православной секты, которую сама себе изобличает. «Только 80 лет я вполне ясно понял, какое значение для жизни имеет момента моря». Моментально в море, да? «Если помнишь, что умираешь, то ясно, что цели жизни не в личности». Тут вот опять я говорю, вот что тут Толстой имел в виду. Тем более это вырванные отрывки. Поэтому я себе позволю вам, говорю, никак их не толковать, не комментировать. Потому что у меня в сегодняшнем ролике нет никакого желания внутреннего чувства, повеления от Бога Толстого изобличать. Действительно, я не имею права этого делать, потому что не читал всего, что он… Не то, что всего. Так как я говорю, у него огромные труды, я и, наверное, там не знаю, какую долю… Это как обо мне судят, там, посмотрев один ролик, да? Не знаю даже ни моей жизни, ни моих мировоззрений. Что можно из одного видео сделать? Какой вывод? Ну, какой-то можно, конечно, но далеко не объективный. Вот и все. Поэтому я буду, по сути, действительно, в этом видео я, конечно, буду показывать, ну, как сказать, правильные вещи. Просто вот говорить, да, Толстой красавчик. Потому что все, что не совсем понятно, да, что он под этим не в личности подразумевает. Не в личности имеется в виду, там, вот эта земная бытовая жизнь, ну, какую-то, если тут личность создал, да, там, поэта, великого художника, демократа, там, правителя, царя, или воина, полководца, в этом плане, ну, да, тут действительно нет. А что значит, что цель жизни не в личности? Тут вот не совсем понятно. Если переспросить Торстого, ты что, Миша, думал, ну, мы с вами не имеем такой возможности, да, духов я не вызываю. Помнишь о смерти, значит, помнить о смерти, значит, помните о своей истине, не завищееся от смерти жизни. Ну, правильно, красавчик. Говорят, не думай о смерти, и не будет смерти, как раз наоборот, не переставая, помни о смерти, и будет жизнь, для которой нет смерти. Ну, вы же знаете, это еще в Ветхом Завете, да, помни смерти, вовек не согрешишь, день смертный, час смертный, да, потом это, красная линия шла у всех монашествующих, в основном, да, особенно у ортодоксальной секты, в этом они были правы, да, только там, конечно, были перегибы, опять когда-нибудь там начинали шизеть по этому дню смерти, это тоже не совсем правильно, да, а вот действительно, кто там, у меня таких, у меня такие родственники, родители, да, ты что, они с ними о смерти говорить нельзя, зачем лишний раз, да, все равно червяки сожжут, да, а эти вопросы, что если я умру, то действительно, какой вообще смысл, вообще смысл жизни, если меня червяки сожрут, если жизнь только это, в чем они меня пытаются до сих пор переубедить, да, какой тогда смысл вообще жить, Толстой будет об этом говорить тоже постоянно, я больше на это тоже не буду обращать внимания, бояться надо, бояться смерти не надо, мы с вами прочитали, так, помню, если смерть, так, бояться смерти не надо, надо с ней думать, как можно, надо о ней думать, как можно чаще, это облагораживает человека, и часто удерживает его от падения, поразительно, все правильно, поразительна непредвиденность людей, когда мы едим из жадности, когда мы едим из жадности вредное, зная, что будем страдать, поразительна и непредвиденность проматывающих имения, но также удивительна непредвиденность людей, не думающих о смерти, потому не думающих о жизни, об одном знакомом меня всегда удивляла в нем боязнь об одном знакомом он говорит меня всегда удивляла в нем боязнь смерти я не мог понять как он не боится бояться смерти надо такой оборот речи ну правильно талисман притворя талисман притворяющий печаль в радость для меня есть главная память о смертном части все верно я живу прекрасно и могу смело рекомендовать всем следующий единственный рецепт для этого готовится умереть чем более готов умереть тем лучше жить тем легче и расстаться с жизнью и оставаться в ней все верно то что срок с наш то что то что срок нашей земной жизни не в нашей власти и всякую секунду может быть оборван всегда забывается нами и ничто больше этого забвения не извращает наши жизни все верно когда стар становишься удивляешься как это люди не думают о смерти следовательно следовало бы детям внушать о ней а ее скрывают как хождение на час если бы думали о ней видели бы что она неизбежна тогда смысл жизни другой становился бы не жили бы одной телесной жизнью которая кончается искали бы другого смысла который со смертью не кончается жили бы нравственно ну да я уже произнес всем кому-то известную кому-то нет мысль из ветхого завета помни час смертный ових не согрешишь по сути все это и вот это интерпретации этой мысли да как дурно не как дурно нерелигиозно живут люди без сознания не только смерти сколько частично частично своего здешнего существования думать о смерти нечего но жить надо в виду ее вот тут эта мысль о том что я играл иногда тому монах тоже уходила не в ту сторону тут и как бы толстой об этом говорить да то есть не то что он опять сам гордумай да тут думать о смерти нечего тут вы не на кто так ну тут уже знаете помните я часто даким читаем или особенно что знаем что это на других языках был написан на переводы можно ссылаться тут вроде все по-русски вроде как толстой сам писал да но то слово думать имеется и загоняться да загоняться смерти нечего но жить надо и ввиду ее вся жизнь то до становится торжественным значительно и истинно благотворной и радостной виду смерти мы не можем не работать усердно и потому что она всякую минуту может прервать работу и потому что в виду смерти нельзя работать то что не нужна для всей жизни то есть для бога когда ты работаешь жизнь становится радостнее и нет тогда пугалла страха смерти которая отравляет жизнь неживущих виду смерти людей страх смерти обратно пропорционален хорошей жизни при святой жизни это страх 0 этот страх 0 все и правда да согласен жизнь есть умирание так что хорошо умирать значит очень хорошо жить ну да искусство умирать об этом еще это об этом многие философ как-то красиво не давали определение слова жизни да и жизнь есть умение умирать или есть умирание точнее толстой сказал он был начитанным естественным человеком порой мы вы сами знаете я со временем сам перестал кого-то там пытаться цитировать ссылаться что там код цитирую я уже сам не помню откуда я этого нахватался где чего я тоже могу передавать чужие мысли вот на самом деле у автора у истин нет авторства поэтому загоняться кому там что принадлежит не в этом суть жизни да тем более уж мертвые тебе там явные авторские права не предъявит да и было бы глупость кто-то вязать предъявлял до начинаю привыкать смотреть на смерть но умирание не как на конец дела а как на самое дело жизнь буду будущее загробная мне также ясна и несомненно как и настоящая жизнь не только ясна и несомненно она есть она есть та же самая одна жизнь но это вот к теме о том что якобы толстой православной секты вроде бы как одна из причин принципе конечно толстого предать анафеме до отлучению от православной секты о чем я не знаю конечно не уверен ну знаю что вроде не сожалел хотя православные некоторые начинают там ну такие которые симпатизируют толстом начать его защищать что он там переживал да чуть ли не потом не покаялся во всем и там причастился в конце это конечно чушь собачья я сомневаюсь что толстой со своим вот этим мировоззрением знанием что-то там переживал за то что это православная секта отлучила от себя это посмотрите на меня вот на такого как я до который практиковал православную секту в том числе три года искренне да я буду переживать если меня православная секта получит от себя я давно сам себя не отлучил и ничего общего с этой блевотиной близко иметь не хочу да с этой секты вот пожалуйста действительно лев толстой прямо говорит о том что загробная жизнь это есть вообще вообще жизнь вообще вот и я еще сейчас перерывчик маленький своими словами сделаю то есть мысль толстого что я вы знаете сам из поведа постоянно говорю о том что смерть вообще не существует вот вы будете видеть как ему неприятно даже это слово и он будет говорить о том что слово это очень неправильно и она несет отрицательный смысл а на самом деле смерть не существует я сам хоть и в своем лексиконе вынужден управлять слова для меня смерть вообще не существует я не понимаю что это такое люди вот там есть переход и вы знаете от меня не раз слышали слова в последнее время я все чаще и чаще употребляю неважно причем какой-то насильственная так называемая смерть добровольный уход случайная смерть в общем любой исход да это это переход из жизни в жизнь я всегда так и говорю лишь из одной в комнату другую но разве ты скажешь и человек который соседнюю комнату ушел а тебя закрылся ты у него и что он там больше не существует нет он просто другую комнату ушел вот и все тут мы с толстым я прямо читал конечно но одна душа 1 1 сердце до 1 одни мысли вот он об этом будет говорить что жизнь она просто есть вот и все меняется лишь формы одного бытия на другого мы смотрим на смерть как на что-то не только совсем особенная от жизни но как на что-то прекращающая жизнь и она-то она такое же будущее как следующий год и так и надо уметь смотреть на нее но то что я вам своими словами сказал мы прочитали смотреть на смерть впереди также как на будущее в жизни не хорошо не желать тут вообще когда тостого читает дом вот насколько мы с ним похожи в этом плане да не хорошо не желать умереть меня укоряют что я исповедую толстого ничего не говорит что не говорил апостол павел когда читал апостол павел я также умилялся думаю вот одна душа одно сердце моя жизнь христос смерть приобретения вы знаете что даже на моем основном канале христа любви ган где своей жизни выкладываю ролики на шапке канал я такой главный лозунг и взял моя жизнь христос а смерть приобретение поэтому не для меня и для всех я считаю и не правильный наоборот неправильность не хорошо не желать умереть мне все удивляются что ты так о смерти до поживеющих на другие слышу мне прям и от христиан такое слышу я думаю ну какой-то христианин ты не достиг человек достигший познание истины живущий святой жизнью он жаждет смерти так называемый он жаждет перехода уже от перехода туда исход туда откуда как правильно толстой где я и был от начала чем гриво ничего не говорит претворяющие евангелие иисус христу иисус говорил я иду туда откуда и шел мы все идем туда откуда мы пришли из светлого мира где любовь радость вечность не болячек не печали не горе кругом святые люди достигшие совершенства в любви да кто не желает этого ну кто ну не достигший только познание истины поэтому не хорошо не желать умереть истина так бояться смерти как бывало в молодости не хорошо тут конечно мысль вот загонная тоже толстого я хоть вот и говорю да тут его мысль просто надо понять конечно потому что я хоть сознательно оборвал так мысль толстого но здесь конечно он просто другую мысль несет но я я так сказал что он так думает здесь я с ним согласен вы просто убедитесь что он и будет прям уже об этом говорить да что он тоже жаждет смерти и считает это есть нормальную хорошую правильное желание здесь конечно немножко другая мы сейчас мы прочитаем но я решил оговориться чтобы вы поняли что я не вырываю это вот как я говорил как раз не вырываясь контекста не реже его слова которую тут же меня будет изобличать тут уменьшу с другую мысль преследует но он скажет и вот в таком же роде уже будет еще отдельный у нас какая-то ссылка на почебу да здесь немножко он конечно другого не хорошо не желать умереть не хорошо не желать умереть бояться смерти как бывало в молодости и нехорошо желать умереть как бывает в минуты слабости когда у нас даже взрослой жизни но надо как поставить коромысла весов так чтобы стрелка стояла прямо и ни одна чаша весов не перевешивала это лучшие условия жизни он имеет ввиду конечно свете что и в юности да мы там как еще вся жизнь впереди молодость я только начал жить куда мне там умирать да и и наоборот когда мы уже во взрослой жизни ну там всякое бывает да когда мы говорим лучше сдохнуть такой у всех бывает попали на долги и что-то случилось здоровье потеряли родственников близких там и что-то проблемы какие-то болячки да и хочет умереть и как бы 10 то столько что конечно желательно жить по принципу золотой середины да и не того и не сего так скажем да вот но опять же он говорит в определенном контексте и мы с вами его не знаем это да мы с вами увидим вот о том чем сказал что он будет прямо писать что ну интерпретируя слова павла апостола да моя жизнь христос а смерть приобретения но там это по-другому скажет что моя жизнь доброта святость как бы любовь до смерть лишь приобретение все в жизни очень просто связано одного порядка связано одного порядка и объясни и объясняется одно другим но только не смерть смерть совсем вне этого всего нарушает все это и обыкновенно ее игнорируют это большая ошибка напротив надо так свести жизнь смертью чтобы жизнь имела часть торжественности и непонятности смерти и смерть часть ясности простоты и и понятности жизни но это все философии готовится к смерти надо жизнью не готовится к смерти а жить так чтобы чтобы смертью состав чтобы смерть составляла условия жизни ну я опять вот эти все их не философские штучки я не люблю вот это все тоже как не люблю вы знаете изучал я виду ну совсем бывать знаете замудрена у него как мы видим есть намного проще мысли может мне вот некоторые кажется непонятно ножка вот понятно конечно но закручивает он да хорошо хотят просто вы поймите в разные чай когда говорит разные сколько я проповеди записал на бывают меня тоже какие-то там уж кому-то не совсем все укладывается ой как пётр сам павли писал что у него много неудобоваримого и так и было конечно уж павел там тоже не не неважно в сеть ну или кто там писал все послали которые приписывают апостол павлов ох там есть там одни мысли то по несколько абзацев как говорится да и действительно не совсем удобоваримый хорошо обращаться с людьми так как будто ты прощаешься хорошо обращаться с людьми так как будто ты прощаешься с ними перед смертью и тут не будет ошибки разве не все равно что тебя отделяет от смерти полчаса или полвека тут все мысли правильные виду смерти как-то особенно хорошо нежно и спокойно любишь людей чувствуя что люди проходят но не проходит та связь любви которая соединяет с ними все правильно опять чудный вечер я ехал и думал как хорошо и бывало когда подумаешь как хорошо сделается грустно от мысли что скоро кончится а теперь я думаю как хорошо и только еще начинается и будет еще лучше и в этой жизни и главное вне этой жизни смерть как рождение непременно и условия жизни если жизнь блага той смерть должна быть благом все правильно то что по воле бога случается с нами никак не может быть злом а так как смерть случается с нами по воле бога то она может казаться нам злом но никак не может быть и понятно да как иисус говорил человеческие заповеди божьи или предание учениям это не заповеди божьей порода так и есть смерть можно превратить во зло можно так скажем благословение если веришь в бога то в смерти нет ничего более страшного чем в жизни так есть бог есть любовь и поэтому и смерть такой же благо как и жизнь потому что ну потому что уже видите даже вот так мыслить и говорить как толстой может только человек который принял что смерть и переход когда у него в голове хоть он и выражает слово переход с буквами складывающее слово смерть в голове то у него переход да вот так мыслит действительно поэтому слово то одно что мы в него вкладываем да и поэтому ты будешь всегда писать так для тебя жизнь христос а смерть приобретение да для тебя это благо если это жизнь благо то и всякая другая тоже и наоборот и поэтому чтобы не бояться смерти нужно уметь видеть только благо этой жизни когда я думаю о смерти мне радостно думать о том как я проснусь к той жизни также точно как я просыпался к этой к этой в раннем детстве мне только мне только то сказать что новая жизнь начнется так же как это у и уясняем своего положения в новых условиях спросили спросила разве я после смерти не соединюсь с богом я ответил ей чтобы мы не имеем что мы не имеем никакого основания думать так жизнь которую мы знаем есть постоянное увеличение блага по мере увеличения любви это не только основное свойство жизни но и сама жизнь и потому если мы предполагаем жизни за гробом то эта жизнь должна быть в основе такая же как и так какой мы знаем хоть какую какую мы знаем хотя и формах теперь непостижимых для нас тут я говорю опять немножко загонов и мы видим что это вырвано и что-то там из контекста бесед единственно что толстой вот именно абсолютно правильно понимал истину в этом плане что жизнь которую мы знаем есть постоянно вот это сейчас мы живем есть постоянное увеличение блага моего личного счастья по мере увеличения моей любви любвеобильности это абсолютная истина еще раз скажу об этом о чем говорю всегда в своих проповедь о чем говорил иисус блаженны когда исполняете мои заповеди да то 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 счастье истина исполнение заповеди та жизнь добродетельная благочестие как хотите там много совершенное слов много а все они об одном она делает меня самого счастливым это очень важно поменять по понимать есть и смерть есть только перемена должности но такое тоже хорошее изречение да человек не может быть совершенным и безгрешным он может только более или менее приближаться и в этом приближении весь смысл его жизни в этом жизнь я даже думаю что жизнь после смерти будет стоять хотя и совершенно в другом виде но опять только в приближении к совершенству здесь я ну может к эти согласен с толстым я есть много раз вам говорил что действительно мы с вами будем есть конечно непадательное состояние вообще разделение ада тра и вы знаете об этом много раз говорил понятно первое условие попадения в небесное царство это не творение никакого зла это раз да там ты будешь а сколько ты будешь свят об этом иисус говорил до 30 40 50 60 100 там неважно насколько зернышек ты вот но все по-разному да у кого-то дом из золота и серебра но человек будет возрастать всегда даже в раю даже в небесном царстве возрастать знаете как тоже ты это тяжело все словами объяснить когда вы знаете внутри я уже тоже достиг вот потолка вот потолка теоретического вы поймите ты когда познаешь истины ты просто вот как и уже гришь я есть я все знаю это очень важно вот я все говорю я познал истину не познаю не иду мне надо в комментариях пишет там или в личку сообщение о ну там попадут на мой видео рад увидеть человека идущего к богу и там стремящегося к истине к познанию я пишу обычно так первая оговорочка я не идущий не стремящийся я познал конечно многих есть там сама познал он понимает тогда чем я сразу я по ответу по реакции вижу что если он там возмущается а горделивый самом не менее все я ющиками не да не сам не достиг естественно видит в зеркале себя да вот достигнуть истины очень легко иисус призвал стать совершенным познать истину истина освободит тебя это достижимая цель абсолютно в этой реальной короткой порой даже нам кажется земной жизнь а я вам могу сказать что она слишком длинная для адекватного человека который действительно изберет путь покаяния и познания истины и достижение ее в совершенстве она покажет даже длинный вот это действительно так познать в том что я и бог и вечность и все вокруг меня и все живущие вокруг все движущие недвижущие все это бессмертно вечно то есть да все это свободно и все это должно преобладать в любви и доброте вот и вся истина вся когда вы поймете вот я максим говорю что могу лишь путь указать познать это в полоте можно только деятельной жизни все что я на словах переживать можно только живя так это очень важно вот когда ты это достигнешь это достижимая цель вы думаете я не проходил путь сомнений там вопросов и у меня куча было вопрос все удивляет что я говорю перестал опять что-то читать то есть вернулся на круги своя до перестал что-то читать интереса задавать вопросы да и вы посмотрите на иисуса в евангелии он много там четки беседу дискутирует в плане там и истины да слушает кого-то вопрошает не ходит как говорят как мне тыкнуть гордо поднятой головой да я есть не стены я ее знаю я ее проповедую ни у кого ничего не спрашивает интересуется да не тренинг не там не выслушивает каких-то мнений о своих поступках и своей жизни вот я есть не истина это достижимая цель и более того это обязанность каждого христианина боль то мы хоть выражаемся я сейчас выразился этим словом это нужно самому человеку почему потому что кажется я хочешь быть счастливым вы обретете полноту счастья поэтому это вам нужно это реально дает полноту счастья полноту блаженства здесь по внутрянке потому что плоть наш страдает от разных внешних вещей людей бесов природы животных до микробов невидимых духов и всего этого но дух как все скал бодр плоть немощна но дух в этой жизни может достигнуть полноты бодрствования вот и все так где мы с вами становились я думаю что так что как в этой жизни дело наше только в том чтобы проявлять и разжигать в себе искру божью так и после смерти дело будет тоже хотя и в другой форме о которой мы здесь понятия иметь не можем и потому смерть не изменяет нашего дела а только ставит нас в новые условия я еще раз я нам не закончила мысль ну здесь вот подобный тоже абзац у него цитата мы с вами прочитали отрывочек еще раз зафиксирую конечно же научиться жертве на любви можно только на этой грешной земле то есть взойти так скажем на эту полу по полноту можно только здесь на самом деле неважно через сколько воплощение ты это дойдешь я почему имею ввиду что мы будем познавать что-то там еще даже царстве небесно мы будем познавать полноту вот этой радости поймите нам сейчас как как и как павел сказал не приходило на сердце человека и в голове не может он себе это вообразить что приготовил бог любящим его что такое мы сейчас по плоти пережить не можем мы живем в этом аду где кругом куча идиотов уж простите я про буду правду говорить по антони великому идиоту то есть злых людей до кучи невидимых бесов которые нас окружают природой проклятой за нас когда мы убили первое животное в раю в лице адам и евы до животных которые к нам ненавистные смотря на то что ты веган и святой человек ты живешь с грешниками в одном условии тебя точно также причиняет боли я говорю и какие-то стихии природы и животные злые и люди да ты можешь самого иисуса распяли да вот мы просто представить не можем что такое жить в вечной любви где любовь на любовь благодать на благодать как она говорил вот в этом понятии мы будем возрастать мы по сути будем просто в радости возрастать а в жертвенной любви да нам дан вот этот отрезок жизни чтобы понять понять вообще истину в теории и достигнуть ее полноты совершенства жертвенной любви но в царстве небесным будем конечно же возрастать здесь слово просто возрастать как будто мы будем учиться мы просто будем уже возрастать в радости в полноте этой разности в познании той радости как какое счастье когда все все мироздание любит друг друга тоже опытным этого не знаю вот в этом познании мы будем как бы бесконечно познавать здесь конечно толстой мне кажется таки имеет не это поэтому тут ему конечно косячок я брошу да я думаю что он имеет это все-таки немножко не то вот потому что царстве небес уже не будь злодеев там тоже не не сможешь будучи распятым на кресте благословлять своих врагов вот это очень важно мы потому и прошли путь с рая как я всем рисую кто знает давно мне смотрят эту картинку через ад не спали попадаем в небесное царство это очень важно кто знает тут о чем я говорю тут знает уже кто мои давно ролики смотрит желать удержать свою личность это значит лишить себя всей прелести новой жизни вот опять я уже не буду за толстого опять думать что он вот про эту личность там говорит вы помните уже второй такой у нас да что он подразумевает личность как вот какую-то эту жизненную ты себе создал картинку ты там великий полководец великий ученый до многодетная мать героиня там я не знаю что такое да то есть конечно удар упереться вот в это да я навеки буду вот таким великим полководцем вечности да это конечно лишить себе прелести новой жизни тут вот человек вот этим безумием одержим то это тоже плохо для человека наша иллюзия что приз при смерти жизни к при смерти жизнь кончается происходит от того что мы форму жизни считаем за жизнь то есть вот эту одну форму это все это иллюзия на самом деле тут толстой прав как если бы человек считал что не вода в пруду а сама форма пруда есть предмет тогда как только бы ушла вода из пруда он думал бы что уничтожилось то что было пруд но вода от уничтожился сменила просто другую форму вся мудрость мира в том чтобы при не при перенести свою жизнь из формы в содержание вся мудрость мира в том чтобы перенести свою жизнь из формы в содержимое и не направлять свои силы на сохранение формы а на то чтобы течь я Я говорю, я бы мог тут вложить правильные мысли в Толстого, но имел ли он их в виду, я не знаю. Мы всегда желаем идти вперед. Я говорю, я буду комментировать более понятные вот эти вещи, а не те места, где можно вложить все, что ты хочешь. Мы всегда желаем идти вперед. Из дитяти стать юношей, из юноши мужем я желал и старости, я желаю смерти, потому что это все ближе и ближе к благу. Одна из главных причин наших ошибок в жизни в том, что мы забываем, что мы здесь не пребываем, а путешествуем. Видел во сне, что мне говорит кто-то, помни, что ты едешь, а не стоишь. В этом все. Необходимые условия хорошей, разумной жизни есть понимание этой жизни, как неперестающее движение к прекращению ее, этой жизни и изменению ее. Надо остерегаться привыкать к этой жизни, как привыкать к экипажу, в котором едешь до места. Ясно, ярко представлялось мне такое понимание жизни, при котором мы бы чувствовали себя путниками. Перед нами одна станция в знакомых одних и тех же условиях. Как же можно пройти эту станцию иначе? Как бодро, весело, дружелюбно, совокупно, деятельно. Не огорчаясь тому, что ты сам уходишь или другие прежде тебя уходят туда, где опять будет все больше, еще больше всего, больше вместе всего. Ну, здесь вот эти мысли Толстого, ничего такого нового, великого, особенно кто-то читал предания ортодоксальной секты, вы помните, особенно Антония Великого. Помните, он там тоже говорил о путешественниках, что вот выходит, все выходим оттуда. И кто бы как ни спал в шикарных палатах в гостинице или снял в подвале, там на земле спал в этой же гостинице, да, богач наверху там, в верхних шикарных комнатах. Выходят все одинаково, не взяв с собой даже постели. Так, говорит, и мы, помните, Антоний говорил, что выходим. И взяв мы можем только с собой себя самого, то есть свои добрые дела, то есть свою сущность, свою святость, какая у нас есть. Здоровье мы очень слабо. Очевидно, приготовлюсь к большому путешествию. Когда мне, как обыкновенно, говорят на это, что это неправда, поживете еще и тому подобное, то это мне так же странно, как если бы человеку, который собирается ехать за границу, говорили, что это неправда, поживете еще здесь и тому подобное. Слушайте, я когда читаю вот это, вот этого Толстого прочитал, думаю, насколько мы все одинаковые, да. Как я всем говорю, в мире ничего нового, вы такие же, как я, я такой же, как вы, мы такие же, как Толстой, такой же, толстой, как мы. Я когда всем говорю, слушайте, так свалить отсюда, охота уже, туда, откуда пришел, мне говорят, да ну ты что, еще поживешь себе, слушайте, вот нормальному человеку. Или действительно вот плачут, там, ой, там умер кто-то, родственник, там, вплоть, там, да ты ничего не понимаешь, ты знаешь, как смерть детей переживать, родители, там, да. Причем, знаете, мне тычут очень часто просто за те вещи, вот действительно, они в этой жизни, со мной еще в одной этой жизни не случались, хотя душа-то я древняя, это однозначно, вот. И когда я рассуждаю о тех вещах, и понятно, я не могу скрывать, что у меня нет детей, что у меня там живы родители еще, да, и мне там тычут, ты вот не знаешь, там, про семью ничего, потому что тебе освоение, ты там вот, ты знаешь, что такое смерть родителей, те же, я говорю, я знаю. У меня умрут, уйдут, когда вот именно, я слезы не пророню. Ну, психически я могу тоже, как и все, особенно, кругом будет рыдать, я фильмы смотрю, казалось бы, и то, да, ну, я так выразился, я, скажем, в душе не пророню, да, душа моя не восплачет, внешне может быть, я фильмы смотрю, я всем говорил, я тоже рыдаю, какие-нибудь моменты трогательные, наоборот, от счастья или от горя, как говорится, да, меня все равно пробирает на слезу, я могу, причем, тысячу раз уже один фильм какой-нибудь пересматривать, вот там этот момент, и, конечно же, меня пробивает все равно на слезу, страсти Христовые, в очередной раз посмотришь, что там, невозможно не рыдать, конечно, от этого ужаса, какого, как этих издевательств, что там над Христом делают, да, и над любым человеком, по плоти я могу страдать, ну, и то, я все рассказываю, слушайте, я обычно, это разные вещи, я, одно дело, боль, страдание от боли, другое дело, вот смерть, переход, да, я даже в фильмах в моменты именно боли, как бы, я переживаю, да, или радости могу от счастья восплакать в какой-нибудь момент, когда они там встретились, да, вот, а когда вот это вот, да, если, если я не буду присутствовать там при смерти, там, родители, они будут мучаться от какой-нибудь боли, там, да, я буду все это видеть, я действительно могу порыдать там, посочувствовать им, как говорится, у тебя это просто будет само выплескиваться, то есть, я узнаю это внезапно, да, и приеду лишь вот перед трупом холодным, не слыша ни мучений, ни страданий, там, каких-то от болей, да, вряд ли во мне что-то зашевелится, у меня никто не умирает, у меня, у нас, ну, у меня умерла бабушка, я с ней не был близко абсолютно, кто знает, вот она, папа за ней дохаживал, 95 лет было, ну, мы похоронили, ну, кремировали там все, и на кухне стояли, где-то, когда уже вернулись с отцом, он тоже там опять слезу пустил, вот, бабушка умерла, что-то, я ему сказал, я тебе не могу, я ему прям, вот, хотите верить, хотите нет, казалось бы, все начнут успокаивать своего отца родного, я ему сказал, причем у меня к нему, кто знает, сейчас у меня с ним, конечно, отношения совсем плохие стали, из-за веганства, из-за этой войны с Рашейстиной, вообще из-за истины, потому что он непробиваемый, я его пытаюсь к истине как-то любовью много лет пытался пододвинуть, никакие вообще, и всеми средствами пытался, и по-любовному, как говорится, по-хорошему, пытаюсь по-плохому, ультиматумами, лишив себя общения с собой самим, вот, но никак не пробивается, ну, тогда еще было на уровне, когда я пытался все по-хорошему, его к истине пододвинуть, да, вот, но я ему все равно, я не мог ничего другого сказать, как я говорю, пап, я тебе не могу, не тебя пожалеть, не порыдать с тобой, я говорю, она вечная, вот, ты не веришь, а я, я, как раз, такие моменты и тыкаю специально, я говорю, а у меня она вечная, она не умерла, он так, он офигел, опять, что я прям в этот момент, он, может, тоже думал, я сейчас тут рассопливлюсь, ну, он его успокоился через 10 секунд, да, я сказала, она не умерла, я так всем говорю, мне друг один написал, там, мы в институте вместе дружили, хорошо, мы даже потом квартиру вместе снимали, троем, я, он и еще друг с детства, я их там собрал, мы холостые все были, хотя уже в возрасте были, еще был у нас период, мы там пожили пару лет, в 25 лет, вот, и вот у меня недавно годная, ну, когда коронавирус, по-моему, эпидемия была, тоже, вроде как, там тоже, ну, сами знаете, эти мутные истории, то ли от короны, то ли нет, тоже мама умерла, он мне написал, я ему, по-моему, аудио сообщением, или он мне позвонил, нет, аудио, по-моему, он мне написал, и я ему ответил, и я ему тоже так, я говорю, Саш, я не верю, смерть не существует, все живы, она там, где ей нужно быть сейчас, он переслал у нее сестра, еще есть, мы тоже знакомы, ну, общаемся, общались вместе так все, помладше она, замуж вышла, он ей, видимо, переслал мое сообщение, он говорит, слушай, ее, говорит, твои слова так тронули, она, говорит, уже несколько месяцев себе покой не находила, ну, все это переживает, хотя все православные там, все Христос Воскресе поют раз в год на Пасху, а он говорит, я переслал твое сообщение, говорит, я, говорит, даже не знал, что на нее такой эффект произойдет, говорит, спасибо тебе, говорит, мы все так, она, говорит, она прям, ну, говорит, просто вообще сияла, успокоился, говорит, и вообще жизнь, говорит, просто вот ее как отпустила, и все, я там минут на шесть, надеюсь, кто знает, как я там аудио сообщение записываю, и я всем так, ко мне заезжала глава администрации, ну, не заезжал, у нее умер муж, все это на моих глазах-то, скажем, было, я знал, что у нее муж раком болен, она все время была такая тоже заплаканная, и вот за то время, что здесь живу, вот он где-то там, ну, все, уходил, уходил, и тоже она как-то мимо ехала, что-то по делам, вот я ее, ну, тогда я много, чего от нее там, что-то, так как я только приехал, еще куча, что-то забот, все, проблемная была решительность, и сейчас уже как-то я ее редко вижу, ничего к ней не пристаю, потому что, в общем-то, вопрос никаких нет, она мне вначале все очень много помогала, спасибо ей, и тоже, и она ко мне заехала такая в слезах, как-то, ну, это буквально прям, она там, сохранили, и она все равно, по-моему, работала, ну, там, сколько-то дней, наверное, берут, ну, и так совпало, что, ну, у меня какие-то диралы срочные, по-моему, тоже были, и она, она прям тут остановилась, как бывало, тоже вот, заезжала, и я ей то же самое сказал, вот она сидела, она прямо рыдала тоже в машине, и я ей сказал, а я стою на нее смотрю, у меня ничего не шевелится, понимаете, я ей говорю, а он не мертвый, вот, я уж не помню всего, что я говорила, вот я опять за вечную жизнь, я ей, знаете, я не как религиозник проповедую, там, Христос воскресе, но я и это могу тыкнуть, если я христианин там, да, и все, и вот она на моих глазах тоже у нее все высохло, все, она успела, и она, мы с ней еще поговорили, еще, еще чуть-чуть, вот, и все, она уехала, так, и вообще, ну, как бы, вот у них, они смотрят на меня, им кажется, обычно их, наверное, жалеть начинает, там, что-то говорить, а я нет, а я в лоб, наоборот, в такие моменты, я как раз и пытаюсь людям вот про вечную жизнь засвидетельствовать, что это не иллюзия, вот как, вот, вот, все, что мы сегодня о Толстом читаем, вот, насколько вот разные люди, понимаете, живущие смертью и жизнью, таких, как мы можно назвать, живущих смертью, да, мыслями о смерти, но мы живем жизнью как раз, потому что мы знаем, что мы вечно, а вот эти, которые не хотят думать о смерти, и якобы живут, вот, пока живем, на самом деле смертники, и живут они как смертники, и живут они смертью, что они завтра сдохнут, казалось бы, вот все наоборот, все у нас перевернуто в этом мире, они утверждают, что они живут, да, на самом деле, не признавая вечной жизни, знают, что их червяки сожут, еще всем вокруг это говорить могут, да, да, но при этом как раз они-то и смертники, а мы, которые говорим о смерти, что это переход, мы как раз живем жизнью, живем по-настоящему, живем уже сегодня так, как мы хотим жить в вечности, вот такие вот вам набросал краткие, таких, конечно, у меня много случаев, я говорю, я со всеми так себя веду, вот, и у меня ничего не тронет, и даже если бы мои дети, я бы вообще не переживал, у меня может какой-то плотской немного, но, знаете, я бы истерик не закатывал, и то, это могло быть, когда он умирает, если, и то, если это с болями, допустим, там, я говорю, вот, действительно, там, может быть, раковые, еще что-то, когда человек в каких-то агонии, в страданиях кричит, там, может, авария какая-то, да, конечно, меня бы на слезу пробивало, я человек, вот, вы знаете, Иисус даже восплакал, сожалея об Израиле, особенно видя, что с ним будет, он же им предсказывал, что там, когда-нибудь там римский гарнизон вырезут, кто знает, что такое иудейская война была, что там творилось, Иисус, так скажем, в мгновение око созерцал все это, вот, да и вообще сожалел, я сам иногда духовно, я тоже могу, не духовно, а по плоти поплакать о духовных вещах, да, о грешниках, о грешнике конкретном, с кем я столкнулся, вот, я о родителях могу поплакать, что вот они такие истинные принимают, да, и что вот мы все страдаем вместе от этого, потому что не можем быть вместе, потому что свет не соединяется со тьмой, Иисус пришел не мир, а меч принести на землю, истина, которая разделяет, потому что вы живете в разных, вообще, вы в разных плоскостях живете, они живут смертью, хотя называют это жизнью, а ты живешь жизнью, потому что ты говоришь о переходе, о смерти, которым всем предстоит, и это не жизнь вот эта, какая мы здесь живем, когда цепляясь за нее, предаешь истину, не свидетельствуешь, не благотворишь, не заступаешься, не жертвуешь даже собой или всем, что у тебя есть за истину, да, а ты никогда этого делать не будешь, когда тебе червяки сожжут, ты, да, голову в трусы засунешь и все, вся твоя жизнь, кляп в рот засунешь, и так мы и живем, кляп и руки себе свяжьи ноги на добрые дела, это так и есть, потому что ты будешь трястись за свою эту так называемую жизненку, вот так вот, жизнь, жизнь земная кончилась, точно, ну ладно, я этому и сказал уже, да, там Толстой говорил, что типа, когда мне говорят, вот я тоже сам, я удивляюсь, когда я вижу людей, которые, знаете, от этой жизни с ума не сходят, а вот все, живут, живут, которые еще мне удивляются, что я, да, говорит, поживи подольше, я говорю, не, я не хочу пожить подольше, моя воля, я бы прямо вот сейчас, на ваших глазах бы свалил бы, была бы вот, как я говорю, простите, из задницы вилка торчала бы, которая в розетку была всунута, я бы ее сейчас бы выдернул, это не жизнь, то, что мы живем, мы рай в ад превратили, вот и все, на земле, мы живем в аду, в самом настоящем, чем он отличается от будущего ада, только тем, что здесь перемешку святые, еще в этом аду с грешниками, вот и все, а от будущих будь без святых, да, точно так же, как и царство небесное без грешников, вот и все, внутри этого святого человека уже здесь небесное царство, и вокруг себя он его немножко созидает, он не живет с алкашом, с дураком, с насильником, с убийцей, с матершинником, с алкоголиком, да, с убийцей, он и здесь вокруг себя сколько может, да, свою жизнь созидает, вот, небесное царство, но все равно приходится страдать по плоти, потому что от всех не сбежишь, как Павел говорил, да, читаем дальше, Боюсь ли я смерти, говорит Толстой, спрашивает Толстой, нет, но при приближении ее или мысли о ней не могу не испытывать волнения, вроде того, что должен бы испытывать путешественник, подъезжающий к тому месту, где его поезд с огромной высоты падает в море или поднимается на огромную высоту, вверх на баллоне. Путешественник знает, что с ним ничего не случится, что с ним будет то, что было с миллионами существ, что он только переменит способ путешествия, но он не может не испытывать волнения, подъезжая к месту, такое же и мое чувство к смерти. Ну, тоже я всем говорю, слушайте, по поводу инстинкта, то, что я говорю, что я не испытываю страха в жизни, меняет фобий, это не значит, что я не испытываю, у меня не выделяется адреналин, я не трясет, я не нервничаю, я не ужасаюсь, меня не трясет, у меня тоже всякое бывает. Иисус не зря написано, что в Евсиманском саду ужасался, правильный перевод, в ужасе пребывал, конечно, знаешь, что с тобой сейчас будет, как тебя будут пытать, я его реально пытались, издевались над ним, но кто будет от этого радоваться? Конечно, тебя трясет от этого. У меня точно так же выделяется в минуты каких-то всех этих событий адских в жизни, всяких стрессов или что-то происходит, какие-то между людьми или события, ты там, да, все это, конечно, чувство-то я тоже под властью, но огромная разница между чувствами и боязнями, вот этими фобиями, да. Страх смерти или, скорее всего, какое-то недоумение перед смертью происходит от того, что мы приписываем реальность времени и пространства, приписываем реальность иллюзии в форме, приписываем же реальность времени, потому что не создаем в себе вневременного. Ну, об этом я уже, в принципе, сегодня говорил в тех или иных словах. Есть в этой жизни такое состояние, при котором не видишь смерть, а видишь и сознаешь только жизнь вечную. У меня такое состояние всегда, да. Как бы в туннеле есть такое положение, в котором видишь свет, это положение по направлению туннеля. И в жизни тоже, если стоишь по направлению воли Бога, то видишь жизнь вечную, станешь к ней Богом и видишь мрак. Так, вера в бессмертие дается не рассуждением, а жизнью. Ну, я уже это сегодня вам сказал, действительно. На самом деле, отрицание вечности, я уже тоже много говорил, это от безответственности, это от грешной жизни. Грешники не хотят признавать бессмертие. Какие бы наши родители, детишки хорошими не были, отрицание смерти, один из его источников, это именно грешная жизнь. Ваших родителей, наших моих, наших детей, ваших, моих нет в этой жизни, наших друзей, наших родственников, близких, сверстников, соработников, именно это грешная жизнь. Нежелание жить свято, нежелание нести ответственность за эти грехи когда-нибудь, ответить за них. Это тоже источник, один из источников. Чем меньше страха смерти, тем больше свобода, спокойствие, сознание могущества духа и радость жизни. Так и есть. При полном освобождении от этого страха, при полном сознании единства жизни, этой бесконечной, истинной жизнью должно быть полное, ничем не нарушимое спокойствие, сознание всего всемогущества и блаженства. Ну и то, что вы знаете, я вот как раз, я же вам говорил поводом для записи этих видео. Этого видео просто я решил записать о Льве Толстом, и дальше, может быть, еще запишу о его отношении, о его отношении к свободе, к любви, в любви ко всему живому. И я вот, просто мы общаемся с Иваном, да, веганом, ну, он не христианин, так скажем, сам себя не именует, можно сказать, но вот как бы изучает все, но много художки читал, да, философии. Я им тоже сказал, вот когда мы за это вообще разговор зашел, что я говорю, ну Толстой же вроде как отрицает, он просто книжку Толстого озвучил, а сейчас Толстого говорил, я говорю, да, Толстой красавчик, но вот жизнь-то вечно, о любви то, что говорил красавчик, но вот жизнь же вечно отрицала, а он говорит, да нет, и вот мы за это, и за это опять я начал ковырять в том, чем раньше был убежден, оказалось, что я был обманут православной сектой, и, да, что она вот утверждала, что Толстой якобы отрицает там загробную жизнь, нет. Я просто ему тогда еще до исследования опять этого вопроса сказал, я говорю, ты понимаешь, просто вот люди, которые отрицают веточную жизнь, вот именно, если Толстой такой был, он сам себя лишает радости, полноты радости, благости, познания истины, вот. Ну, как мы видим, то, что я как раз говорил Ване, оказывается, Толстой не отрицал, поэтому пребывал, можно сказать, в полноте блаженства. Он и говорит, что как раз что это? Чем меньше страха смерти, тем больше что? Блаженства. Так и есть, да. Это нужно нам самим. Если мы будем утверждать, что смерть уничтожает все то, что составляет наше Я, это будет произвольно и прямо противоречивое разуму, потому что в нашем Я, как и во всем существующем, есть нечто истинное и неприходящее. Если же я признаю своим Я это неприходящее, то очевидно, что Я не уничтожусь, но я добавлю, никогда. Слушайте, ну что сказать за Толстого? Я говорю, я был обманут сектой православной, чему я, конечно, не удивляюсь, особенно когда я ее практиковал и узнал всю ее блевотину. Она клевечет на все, что только можно. Это секта дьявола, клеветника, отца лжи. Человек, сознавая свое духовное существо, не может уничтожиться. Истинно так. Я совершенно основательно боялся уничтожения в смерти, когда во мне не было истинной жизни в молодости. Теперь, имея эту жизнь, не могу себе представить уничтожение. Мне удивительно хорошо. Вся жизнь была только увеличение и укрепление своего божественного сознания. Как же может оно уничтожиться? Мы не сомневаемся в том, что в материальном мире ничто не исчезает. Ни материя, ни энергия. Как же думать, что уничтожится духовное существование? Здесь Толстой, ну вы знаете, да, вот этот дух, душа и тело. Я, высшая я, трехнамия, двухнамия. Я всегда говорю, слушайте, забейте на эти философские бредни. Я столько всего перечитал вот этого, столько исследовал. Я просто есмь. Духовное, материальное, где там границы. Высшее я вот это, но оно все равно немыслимо без души и тела. Да, это дух. Я просто есмь. Я то, что есмь. Я образоподобие Бога. Я всячески во всем и все во мне. Все, что в жизни надо понять. Вот и все. И это действительно все уничтожимо. И все это было, и все это будет вовеки. Нету ни начала, ни конца. Это тоже запомните. Альфа, омега. Начало и конец. Первый и последний. Вы не устали? Я уже, конечно, устал. Что-то уже горло. Давайте глянем. Много нам еще. Ох, ну не прям много. Ну терпим. Шо-шо-шо. Будем с вами идти до конца. Почувствовал верность, близость, радость смерти, то есть перехода в другую жизнь. Почувствовал верность, близость, радость смерти, то есть перехода в другую жизнь. Слово «переход», я это вот, как я всем говорю, я у кого уж что-то к ней не брал, естественно, ну уж «переход» слово «осмерть» точно я не у Толстого взял. Я говорю, я у него такие вещи не читал. Вы знаете, я все время так выражаюсь. Это действительно так. В будущую жизнь можно смотреть через два окна. Окно внизу на уровне животного, в это окно виден один ужасный мрак и страшно. Другое окно выше на уровне духовной жизни, и через него открывается свет и радость. Обычно мы начало жизни определяем рождением, а смерть – прекращением физиологических процессов. Но мы можем определять пределы ее и иначе, не физиологически, но психологически. Можем называть жизнью только то, что совершается при сознании личности, и тогда жизнь начнется не с рождения и кончится не физической смертью. Человек, живущий одной животной жизнью, не может не верить в полное уничтожение всего со смертью, не может не думать, не верить так, пока живет животной жизнью. И потому не может не бояться смерти. Здесь с толстым полностью согласен. Что-то у меня нос расчесался. Это вот о чем я говорю. Действительно, жизнь под животом называется, я сам всегда говорю, знаете, вот, про своих близких в том числе, да, вся жизнь это, знаете, выкормить, выпоить, там, ребенка то же самое, и себя то же самое. Это вот правда, думаешь, вот что-нибудь есть кроме этого, да. Мы считаем, что мы детей вырастили, если мы их вот накормили, напоили крышу, кровь дали. Да, это хорошо, это верно, и это нужно делать, вы обязаны это делать, если решили, так скажем, завести ребенка, да, дать ему жизнь. Ну, а дальше-то что? В этом вся жизнь. И сами они так живут, к сожалению. Наши родители, ну, или наши дети, если мы их так вырастили, или мы, может, пытались растить не так, но действительно живут такой жизнью. Ты – это я. Смерть есть распадение известных соединений. Дух не соединение, а простой, и поэтому не подлежит смерти и также рождению. Кто видит смысл жизни в усовершенствовании, не может верить в смерть. В то, чтобы усовершенствование обрывалось. То, что совершенствуется, только изменяет форму. Ну, в общем-то, я говорю, я уже буду минимум что-то говорить. Я много сказал. Видите, просто игра слов уже идет из того, что Толстой мы с вами наговорил, так скажем, мы с вами зачитали. Ну, можно сказать, он разговаривает моими устами. Я наговорил, уже просто идет интерпретация. Я уже об этом говорил, о совершенстве, о будущем. Не буду повторяться. Я тоже подустаю уже час двадцать. Хоть у меня рекорды и по третий, но все-таки что-то уже… Устаешь просто говорить об одном и том же, знаете. Мы с вами, видите, сколько много читаем. Да, по сути, уже идет такая… Да, и из одного в другой перетекает. Не верят в бессмертие, то есть в неучтожимость высшей самой драгоценной сущности нашей жизни только те, которые еще не познали этой сущности, вроде того, как слепые кроты не верят в Солнце. И доказывать им существование Солнца так же невозможно, как совершенно бесполезно доказывать существование его зрячим. Жизнь наша имеет два начала – телесное и духовное. Телесное – это то, что произошло от моей матери, отца и всех моих предков, и начало которого теряется для меня в бесконечности, то есть в неизвестности. Духовное же это то, что я осознаю собою и начало, которое люди всегда признавали в таком же духовном, но бесконечно совершенном существе, которое мы называем Богом. И потому бояться смерти мы можем только тогда, когда забываем о том духовном начале в нас, которое произошло от Бога, а полагаем свою жизнь в том телесном существе, которое неизбежно умирает и приближается к смерти всякую минуту нашей жизни. Когда же мы делаем то, что свойственно разумному существу, полагаем свою жизнь в том духовном начале, которое произошло от Бога, то страха смерти не может быть. Я знаю, что я исшел от Бога и, умирая, иду к Нему. Бог же есть любовь, мы иначе не можем себе представить его, и потому, возвращаясь к Богу, кроме блага от этого возвращения ничего ждать не можем. Истина, аминь, каждое слово. Я когда говорю, особенно я мне приходилось не раз с христианами, которые боятся смерти, дело даже не в добровольном, если ты хочешь свалить, у кого-то может духа не хватает или чего-то еще там, а вот даже, ну понятно, как говорится, случайно насильственная смерть. Ну насильственная, понятно, ты можешь самонасилия, бояться боли той, о которой ты будешь переживать, и то это все временное, когда-нибудь это закончится. Но пусть даже случайно, по воле Божьей или несчастный случай, хоть он может сказать не по воле Божьей, хотя как сегодня Толстой говорил, все по воле Божьей, ну допустим, короче, ваше время пришло, да, и я знаю, что люди боятся. Я говорю, а с христианами, с таким, ну так называемым христианами, полно общался тоже, вот, и мне было непонятно. Я говорю, слушайте, ты своей боязнью смерти знаешь, что вы говорите, что ты абсолютно не веришь в истину, не веришь в истину, не познал ее, не признаешь ее, а если на словах признаешь, на деле нет, потому что в делах открывается твоя сущность, и твое не умовое и фантазийное мировоззрение, а то, которое стало твоей природой. Если ты боишься перехода, ты первая, ты отрицаешь истину в трех вещах, ты первая, ты, во-первых, отрицаешь ее, то, что ты веришь в эту вечную жизнь, это сто процентов, ты поэтому и боишься, потому что причина три, ты отрицаешь вечную жизнь, саму эту, да, ты отрицаешь любовь, что Бог есть любовь, и что ты сам стал этой любовью, потому что тебе страшно туда идти, грешки-то, наверное, есть, раз ты боишься, ты боишься по двум вещам, что ты грешник и что Бог есть любовь, ты сомневаешься, вдруг накажет, и он накажет, на самом деле не накажет, ты получишь просто достойное по делам, да, потому что тьма с любовью не соединится, и ты боишься этого не соединять, ты боишься этого отвержения. Ну, естественно, если ты это уже про добровольную, что если ты даже те, кто отрицает, что добровольный переход это грех там называют, то это, естественно, тоже, что то же самое отрицание свободы, ты не раб костлявый, да, не зря на Востоке добровольный уход считается высшей степенью просвещения, просветления, достижения истины, нирваны, как хотите, да, мокши там или чего угодно в разных восточных учениях по-разному называется, смысл один и тот же, да, вот, то есть это очень важно, ты это отрицаешь, но все о чем он говорит Толстой, да, то же самое. Мне, мне надо бы сделать большое усилие, чтобы бояться перехода. Толстой молодец, да. Мне надо бы сделать большое усилие, чтобы бояться перехода. Как прежде, когда я считал своим я, свой животный, я не мог представить себе жизни после смерти, так теперь я не могу представить себе прекращение жизни при смерти. Вот действительно, мне вот лично надо сделать большое усилия точнее не не невозможное усилие его невозможно на самом деле сделать поэтому такой словосочетание употребляется невозможное усилие до его хоть сколько ты не напрягайся вот я не могу заставить себя бать мир я не боюсь даже до покаяния уж тем более сейчас боятся перехода глупо когда моя жизнь христос а смерть приобретения смерть так стала мне близко не страшно естественно нужно так не противопо так не противоположны жизни а связано с ней как продолжение и что бороться с ней свойственно только животному инстинкту а не разуму ну так и есть помогай вам бог все больше жить истинной жизнью и приближаясь к смерти все больше и больше уходить от нее вот как бы дожить до того до этого чтобы как в детстве живешь весело и бодро всегдашним ожиданием еще лучше воскресенье праздника когда не будешь учиться будут разные новые удовольствия как бы так смотреть на смерть а можно и даже должно если мы сыны божьи и живем духовной жизнью то смерть должна быть не пугало а радостная надежда и поощрение попробуйте хоть одному религиознику скажите для них это пугало самое настоящее в мире мало людей которые познали истину до которых жизнь святость доброта и истина бог христос а смерть переход приобретение вечности свободы радости любви полноты по плоти потому что уходишь туда где все это снаружи и по внутри потому что раз свет снаружи у тебя внутри ты просто просто фейерверк до благо бытия умереть значит уйти туда откуда пришел что-то должно быть хорошо по тем чудесным существам детям которые приходят оттуда аминь все истина так самые лучшие люди дети свежие оттуда и старцы готовы туда но это конечно не так дети тоже уже еще те дьяволенками становится очень быстро и старики уходящие старушки еще те бывают дети дьявола обыкновенно жалеет о том что личность не удерживает воспоминания после смерти какое счастье что этого нет какое было бы мучение если бы я в этой жизни помнил все дурное мучительное для совести что я совершил предшествующей жизни а если помнить хорошее то надо помнить и все дурное какое счастье что что воспоминание исчезает со смерти остается одно сознание сознание которое представляет как бы общий вывод из хорошего и дурного как бы сложное уравление сведенная к самому к самому простому ее выражению x равно положительный отрицательный большой или малой величине до великое счастье уничтожение воспоминания с ним нельзя быть жизнь рад до великое счастье уничтожение воспоминания с ним нельзя быть жизнь с ней с ним не не может быть жизнь радостную теперь же я своим словам сказал тут не знаю как написано теперь же с уничтожением воспоминания мы вступаем в жизнь с чистой белой страницы на которую можно вписать новое хороший дурной Слушайте, я когда вот это прочитал, вы знаете, я отдельный плейлист «Реинкарнация» сделал на этом канале, на котором вы смотрите это видео, всем рекомендую к просмотру. Я вообще обалдел, вот кто видел мои видео по «Реинкарнацию» один в один, вот то, что здесь записи Толстого, то, что говорю я, вот прям вот, ну, я никогда этого не читал. Я вам все говорю, может я перевоплощение Толстого, уже неоднократное, правда, сколько лет, ну, хотя нет, может быть, ну да, где-то вторая жизнь после Толстого. Потому что все-таки больше ста лет прошло после смерти, то есть уже второе перевоплощение еще какое-то было, значит, да. Все, что я говорил про, во-первых, ту мысль, вот можно было хоть отдельно ролик, конечно, выделить, но вы знаете, я все-таки решил общее, я в названии попытался, по-моему, все слова, я уж не помню, как я название этого ролика сделал, вот, я туда постараюсь все слова впихнуть, «Роскрешение из мертвых». То есть мы видим, ну, тут слово «Реинкарнация» не сказано в этом, вот, абзаце, да, ну, по-моему, куда прямее сказано, да, вот куда. Да, и единственное про опыт, как мне вопрос задавали тоже, я отдельно ролик записал, вот можете сравнить, в комментарии, если напишите, я могу дать отсылку на конкретный ролик, он, там, опыт жизни, как называется, я легко свои видео могу найти, но, в принципе, в плейлисте «Реинкарнация»… Я к этому видео, конечно, в описании под роликом и в первом закрепленном комментарии сделаю ссылки на два плейлиста, я их даже разделил, я говорю, «Воскрешение мертвых», вот тоже я, как бы, это все-таки христианская тема, как видите, так называемый, даже тоже Толстой, как бы, может, действительно его, так скажем, отрицает, хотя он признает вечную жизнь во плоти, да, он, знаете, он, как бы, вот, ладно, об этом я сейчас еще в конце скажу, о воскресении, вот я два этих две ссылки дам, у меня два плейлиста, я их разделил, немножко разделил, вот, как раз, воскрешение, как религиозную более тему, вроде как христианскую, хотя и мусульмане исповедуют, и иудеи, все, так как говорится, основные религии мировые, да, вот, и вот там жизнь вечная, реинкарнация, я, как бы, отдельно сделал, вот я две эти вам ссылки дам, кому интересно с этими вопросами разобраться до конца, вот, посмотреть, ну, один в один, я даже не знаю, стоит ли мне в этом видео уже его растягивать, все это говорить, потому что я там сделал, все поделился, ну, ладно, кратко скажу, что, действительно, мы не помним только, во-первых, мы не помним дел, они не нужны, нам добрые или злые, с нами переходит опыт, ощущения, чувства, вот, потому что мы переуплощаемся, возможно, наши дети, наши даже родители, возможно, перерождаются в наших детей, знаете, мы помнили бы, помнить дела, значит, ты будешь помнить всех объектов любви и ненависти своей, что такое добрые или злые дела, грех или праведность, это что-то сотворенное в отношении какого-то объекта, животного, человека, природы, добро или зло, поступок, доставляющий мне удовольствие, либо страдания, да, мои родители могли умереть, через два года у меня там появился ребенок на свет, там, да, в семье, этот ребенок может быть моим родителем, если он будет помнить меня как ребенка, что это будет, как вы себе представляете, конечно же, мы опыт практической жизни, конкретных людей, все это мы, абсолютно у нас стирается с памятью, вот, при перерождении, но опыт жизни, конечно же, сколько мы достигли в совершенстве любви или кто-то упал в совершенство себя, в ненависти, во зле, естественно, все с нами переходит, это однозначно, поэтому мы рождаемся еще более гадкими, да, или еще более добрыми, уже многое в нас сидит, это очень важно, вот Толстой об этом говорит здесь вообще, ну и по поводу, я говорю, ну, здесь слово реинкарнации не используется, ну, получается, что Толстой вот признает, да, переход из жизни в жизнь, да. Кому интересно, это вот 73, можно даже прямую ссылку найти, ну, 73, по этой статье ссылка, там можно всегда, как я вам показал, в источнике ссылку на статью тоже, да, да, я вам на экране прокручу, чтобы тоже, если что, уж не потерять все эти источники, то, уж там они уже не на эту статью, а конкретно на те его труды, пусть которые, по-моему, в бумажном варианте, там, по-моему, даже ссылки на страницы, как-то есть на какие-то, давайте продолжим. Есть люди, одаренные в сильной степени нравственными и художественным чувством, и есть люди, почти лишенные его. Первые, как бы, сразу берут и знают интеграл, а вторые делают сложные вычисления, не приводящие их окончательно выводом. Точно так, будто первые проделали все вычисления где-то прежде, а теперь пользуются результатами. Ну, это он опять получается к той теме, да, возможно, это из одного места все эпизоды вырваны. Все наши поступки разделяются на такие, которые имеют цену перед лицом смерти, и те, которые не имеют перед ней никакого значения. Мы все находимся в положении пассажиров парохода, приставшего к какому-то острову. Мы сошли на берег, гуляем, собираем ракушки, но должны всегда помнить, что когда раздастся свисток, все ракушки надо будет побросать и бежать поскорее на пароход. Ну, здесь уже более такие вещи, как говорят, духовной, знаете, духовной жизни поговорить. Ну, я кратко, ладно, мы уже, видите, с вами наконец-то подобрались, заканчиваю, ролик на два часа получился. Это, ну, в принципе, к концу, может, и хорошо, вам сказать, еще раз скажу, действительно, вся наша жизнь должна сконцентрироваться. О чем здесь говорит, что такое собирание ракушек, вот как говорит Толстой, что он подразумевает, я тут уж позволю себе за него сказать, я потому что чувствую всем своим утром его, да, по крайней мере, в том, что я читаю сейчас. Вот, речь идет, конечно же, все, что мы в жизни в этой поплоти добиваемся, я там великий тренер, гимнаст, художник, дом построил, дерево посадил, все это чепуха, имеет значение только дела любви, дела добра, сколько меня это в любви совершенствовало, вот, так что это очень важно, причем есть дела обязательные. От того, что вы ребенка там в третьем классе в школу собрали, завтрак дали, это пока это не добродетель, вы уж взяли это беззащитное существо, родили, вы обязаны его до определенного возраста там кормить, поить, это действительно так. И вот такие подобные вещи, да, то, что мы там, что-то все обслуживаем, если я сходил там, что, голову помыл, руки помыл, я что-то доброе дело сделал, вот, это очень важно. Ботовуха, да, любовь в бытовухе, кто знает мое выражение, я всегда употребляю в нашей жизни, это и есть в нашей жизни, а то начинает там святую жизнь представлять, что я там пощуюсь, молюсь в пещере, вот она, великая святость над землей, там, дефилируют, как они там, не дефилируют, нифига как это называется, ну, поняли это, плавают, в молитве поднимаются, разве в этом святость жизни? Святость жизни – это совершенство в любви, а у любви есть объект, в моей проявляемой, и это очень важно понимать. Вот, поэтому здесь, конечно, речь об этом. Чувствую близость не смерти, смерть скверная, ну, и вот то, что мы, вот, прям, вот, я прям, правда, перечитывал, читал, вернее, впервые, я один раз это все прочитал, я вам сказал уже, да, Толстого сейчас на ваших вазах читаю второй раз, я прям читал, удивлялся, насколько вот все близко тоже, да, я вам уже сказал, что вот я, Толстой скажет об этом, что само слово смерти его тоже коробит, но меня точно так же, да, потому что кто-то в нее вкладывает, какое-то слово вызывает, да, вот она, ой, он умер, сказал, и считает, что все вокруг должны зарыдать, посочувствовать, я говорю, у меня такого не происходит, когда мне такое говорят, чувствую близость, не смерти, смерть скверная, испорченное слово, с которым соединено что-то страшное, а страшного ничего нет, я чувствую близость перехода, важного и хорошего перехода, перемены, такое состояние близости к перемене, очень смело скажу, радостно, так ясно видишь, что нужно делать, чего не нужно, я, кстати, вам по этим мыслям Толстого, вот еще раз, знаете, что хочу сказать, простую вещь, о которой только что, буквально я там сколько-то минут назад говорил, что вот эти вот мысли, вот эти вот чувства, которые мы видим через слова, которые мы читаем с вами Льва Толстого, которые я для вас озвучиваю, можно определить тоже святой жизни человека, это очень важно, вот это его небоязнь смерти, как я вам сказал, свидетельство о том, что он познал истину и жил достаточно свято, достаточно добродетельно, он действительно любил землю, природу, то есть растения, сам на ней работал, да, не будучи господином, да, купив кучу рабов там, да, действительно был со всеми как в колхозе наравне, да, любил животных, иначе не был бы веганом и любил людей, был пацифистом, признавал побеждать то, что зло побеждается только добром, да, и что, я говорю, вот в массе, никакого там патриотизма, не было ни вот этого расизма, национализма, нацизма, ничего близкого, как вот у всех этих достоевских, там, у кого только не было этого, вот, основной массой, все эти славянофилы, с которыми насуются там в России, особенно тогда, и до сих пор там их куча поклонников, среди православной секты, то же самое, да, вот, у Толстого ничего этого не было, он действительно познал истину, и вот это вот его, вот, я надеюсь, у себя дух, два часа почти мы с вами, да, может, два часа и получится, ну, около уже двух часов округлим, да, вот, и вот у вас сложилось, когда вот так много читаешь, конечно, очень хорошо, вы знаете, поэтому я люблю объемные видео, объемные и в полноте, вот мы взяли, я не знаю, человек этот все выписал, что есть у Толстого или нет, да, но действительно он потрудился, и вот этот труд, вот вы, когда мы вот так массово читаем на одни и те же вещи, вы знаете, как я Евангелие зачитывал, я старался все параллельные места собрать, вы помните, как первый раз, сейчас я попроще пишу уже, там, второй круг, я иду у Матфея, кто знает, я так стараюсь, а первый круг я очень серьезно подходил, я старался все параллельные места, какие есть, дополняющие места, раскрывающие какую-то одну конкретную мысль, вот, все, что можно собрать, чтобы мы вот в этом контексте, там, из предания, чтобы у нас прям, когда мы одно и то же читаем, пусть с разных сторон, мы как будто вот крутим один предмет очень медленно, какой-нибудь такой, знаете, как на дискотеке этот шар такой, там, из много-много маленьких там зеркалец, да, вот мы как будто в каждое всматриваемся, каждое видим, тогда мы понимаем, что вот этот шар, насколько он многогранный, прекрасный, мы его увидим в полноте, да, и вот действительно, вот, почитав вот это все Толстого, еще не закончили, сейчас еще прочтем, вот это вот, его вот это вот чувство перехода, жажда, небоязнь его, желание его, ощущение, что он сам светел, поэтому идет к свету, ему нечего бояться, говорит о том, что он вел праведную жизнь, я опять говорю, я уж сам побавюсь таких слов, ничего подобного Достоевского не дойдет, я, конечно, всего Достоевского тоже не читал, вот, знаю, что он вел эту сумасбродную жизнь-то, да, вот, поэтому все его там какие-то великие высказывания некоторые, об общей жизни говорят обратное, вот, вот, ну, а Толстой действительно, вот это вот, как-то вот, даже что считаешь, мне вот прям светло, видите, я практически со всем согласен, некоторые места, я просто не знаю, что он туда вкладывал, слишком уж какая-то расплывчатая философская мысль, в которую можно впихнуть все что угодно, а так, конечно, я читал с удовольствием, я это прочитал залпом, с удовольствием, да, публично это делаю второй раз для вас, посвящая этому два часа времени, да, я бы не делал, если бы мне это было неприятно, ну, в смысле, я делаю неприятные вещи, вернее, иду на неприятные, наделываю каких-то вещей, которые мне неприятны, там, обличаю кого-то, какие-то гадости приходится, передавать, так скажем, провозглашать о них, да, ну, я, вы, я, вы, 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 вы меня поняли, о чем я говорю, да, это я делаю действительно с радостью, так, сапожник был сегодня, ужасно оборванный, висят лохмотья, я спросил его, смерти ты боишься, как же от него отступиться, бояться, от кого, от кого мы взялись, это покорность высшему закону человечества, в котором мы живем, в котором есть смерть, есть любовь к ближнему, это внутреннее сознание подчинения, это просвещение дороже всего, нынче испытал без всякой внешней причины, особенно сильное и, мало сказать, приятное, а серьезное, радостное чувство совершенного отпадения не страха даже, а несогласия со смертью, чувство это подобно тому, чтобы испытал человек, узнав неожиданно для себя, что там, где он считал себя вдали от дома, он подле него, и что то, что он считал чем-то странным и чуждым, есть самый его дом. Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти, а кто не боится ее, тому принадлежит все. Прекрасная цитата, на которую мы и закончим. Ничем не может владеть человек, на самом деле здесь подразумевать надо, не знаю, опять что Толстой, то ли мы с ним одно и то же подразумеваем, я бы в эту фразу, конечно говоря ее, вкладывал бы такой смысл, что действительно ты не можешь овладеть собой ничем, ничем, в смысле из божественного, из святого, из счастья, ты ничем из счастья твоего не можешь владеть, ты не можешь быть в полноте счастлив, пока боишься смерти. Кто не боится смерти, тому принадлежит все. Все твое счастье, все твое возможно, полнота, ты весь сам, все вокруг тебя и ты во всем. Вот так вот, кто не боится смерти, кто познал, что это переход, что святая жизнь тебя ведет к тому, кто есть свят, кто есть Бог, где там все святые, ты действительно здесь приобретаешь уже все, здесь, на земле, представляете, на этой грешни. Я вам прокручу источники, чтобы на всякий случай они на экране остались, кому интересно. Ну да, как видите, здесь есть всегда издание, на какой странице, по этому изданию. Вот, все можно найти. Я вам сейчас их все прокручу, чтобы они на экране были. Кому интересно, может на паузу ставить. И потом просмотреть. Ну вот такое вот видео. Даже уже прибавить или убавить я не знаю что. Первое хочется выразить благодарность еще раз. Может он меня никогда не услышит, Максиму, некому Максиму Орлову, не знаю кто это. Мой низкий поклон и благодарность за такую статейку. Спасибо. Благодаря ей я узнал правду о Толстом в этом плане. Тому, что секта, православная секта, очередной раз подтвердила свое родство от дьявола, клеветника и лжеца. О том, что Лев Николаевич Толстой якобы отрицал загробную жизнь. Это абсолютно не так, как мы видим. Не то, что я не отрицал. Да, что я даже не знаю, можно ли еще что-то. Такой концентрат, да, очень помог. Вот я прям сразу изменил свое мнение. Конечно же, в чем проблема. Я говорю, Ваня мне там в речке садил. Все ошибаемся, видишь, поставил улыбки. Я писал, что я не ошибся, я был введен в заблуждение. Я доверился. Просто вся эта информация попала на период в моей жизни, когда я практиковал православие. Я когда практиковал, я говорю, что делал это искренне. Поэтому доверял православной секте каким-то там богословам, профессорам, проповедникам. Что они говорят правду, что они исследовали этот вопрос. Выясняется, видите, через много лет, что это абсолютно было не так. Ну, я, опять же, благо, я никогда о Толстого ничего не говорил. Поэтому даже я косвенно никак на него не клеветал, не участвовал, не передал это лживое учение православной секты. Потому что я об этом, по-моему, никогда не говорил. Я говорю, я Толстого как-то никогда не касался, потому что я действительно совсем немного чего-то у меня почитал, больше знал о его жизни. Так что вот так вот. Я говорю, не очень много, тоже очень расплывчато, как и я пишет. Как я уже говорил, у меня к нему все равно на ощущениях все-таки любовь, так скажем, теплота, свет на сердце. По крайней мере, из того, что я знаю. О его жизни, о его мировоззрении, о его творчестве. Вот я бы его всех этих, да, потому что что-то почитал, что-то послушал, что-то узнал. Вот и все. Цель моего ролика не оправдывать, не вызвать у вас тоже какую-то любовь к Толстому. Я говорю, мы его до конца не знаем. Кто из вас читал все его там наследие, да, и изучал глубоко его житие с разных источников, да, каких-нибудь. Вот. Цель сегодняшнего ролика, конечно же, вечная жизнь, бессмертие, смерть, воскресенье, реинкарнация. Обо всем мы об этом поговорили, конечно же, на основании, получается, мыслей Толстого. Вот, слава Богу за все, так вот поговорили. Надеюсь, у вас тоже во многом утвердилось, как раз в истине, в вечной жизни. Если у вас что-то за собой чувствует, косячки, если вас обличало на речь о страхе там смерти, о переходе, да, о соплях километрами текущими, когда что-то такое происходит, задумайтесь, в чем вы неправы, да. Подкорректируйте свою жизнь ради себя самих. Обретете полноту счастья и не забывайте, что наша святость – это не только наше счастье, это счастье людей вокруг нас. Даже если вы будете молчать, но жить так, уже это будет влиять на других. Все равно. А если еще и потом проглашать начнете на каждом углу, с каждого столба и с каждой крыши, да, это очень важно, то тогда вообще сделайте счастливыми людей многих вокруг вас. От этого будете еще счастливее, потому что эти люди полюбят вас, а любви много не бывает. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующем ролике. Всех по-братски. Крепко обнимаю, нежно целую. Желаю всего самого доброго. Желаю достигнуть совершенства в познании истины, которая в теории и деятельной жизни, которая сделает вас счастливыми и действительно достойными и истинно правдиво, по-настоящему существующими гражданами небесного царства любви Иисуса Христа, где мы все когда-нибудь с вами обязательно встретимся. Ну а кому нравится мое видео, то обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик вечных уведомлений, чтобы получать новых выходящих видео на моих каналах. Ставьте лайки, это помогает продвижению видео, если мое видео для вас оказалось полезным, назидательным, радостным. Пишите ваши комментарии, выражайте эмоции, делитесь мыслями. Задавайте вопросы, я все комментарии читаю, все вопросы тоже, на какие могу, имею желание, я отвечаю, как могу. Часто даже в таких же видео обращениях. На этом все. Всем добра. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok